Девушки отдыхают Божье желание, чтобы в вашем духе, в вашей душе и в вашем теле вы были полностью очищены Ваше тело – храм святого духа Бог благословит вас, мои братья и сестры по всему миру И я очень рад, что вы снова включили передачу «Час освобождения» Мы получаем свидетельства о том, что Господь делает через эту передачу Я знаю, что Господь будет делать еще больше, еще более изобильные вещи для вас На прошлой неделе мы рассматривали тему, как Господь сможет очистить ваш дух, душу и тело И в первом послании Фессалоникийцам в пятой главе, в двадцать третьем стихе мы увидели Что Божья воля в том, чтобы ваш дух, ваша душа и ваше тело были освящены и очищены Бог хочет, чтобы вы были свободны в вашем духе, вашей душе и в вашем теле Вы не должны удовлетворяться только свободой в вашем духе Вы должны сражаться за свободу в вашей душе и за свободу в вашем теле И мы утвердили тот факт, что у души могут быть свои заболевания, свои немощи И болезни души очень сильно могут влиять на вас Немощь души может приводить к горечи или к депрессии Многие умственные и эмоциональные проблемы – это заболевания души Мы не можем увидеть душу своими глазами, но мы можем видеть последствия душевных заболеваний И у них так много симптомов Неспособность сосредотачиваться Неспособность запоминать Неспособность фокусироваться Смущение Нечистая речь Забывчивость Злые мысли И когда я говорю злые мысли, я имею ввиду неконтролируемые злые мысли Негативность Низкая самооценка Все это заболевания разума и души Горечь Все это болезни внутри души Путаница с сексуальной ориентацией Некоторые люди запутались и не знают, мужчина они или женщина Все эти вещи – симптомы душевных заболеваний И Бог хочет очистить и избавить вас Тело также может находиться под атакой И Бог особенно хочет очистить ваше тело Потому что Он предназначил для вашего тела быть Его храмом И Бог не хочет, чтобы в Его храме была какая-то нечистота Так что Он хочет, чтобы ваш дух, ваша душа и ваше тело были очищены У Духа есть свои собственные заболевания У души есть свои собственные заболевания И у тела также есть свои собственные заболевания Всякая немощь в вашем теле – это нечистота перед Господом Бог хочет, чтобы вы жили в полном здоровье Бог хочет, чтобы ваше тело было свободное от всякой немощи и всякой нечистоты Знаете, очень часто, когда вы читаете в Писании о немощи, речь идет о нечистых духах Даже в Ветхом Завете люди с некоторыми немощами отделялись и считались нечистыми Даже животные должны были быть свободны от всяких немощей, прежде чем быть принесены в жертву Господу Ваше тело – жертва живая для Господа, и поэтому оно должно быть чистым Бог желает, чтобы вы были свободны от немощи Нет воли Божьей на то, чтобы вы были больны Давайте откроем в наших Библиях 13 главу Евангелия от Луки Луки 13 глава 11 стих Там была женщина, восемнадцать лет, имевшая духа немощи Она была скорченной и не могла выпрямиться В 12 стихе сказано Иисус, увидев ее, подозвал и сказал Женщина, ты освобождаешься от недуга твоего И в 13 стихе сказано И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога И если мы посмотрим в 16 стихе, то увидим, что Иисус сказал Сию же дочь Авраамову, которую связал с Сатаном вот уже 18 лет Не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний? Это очень интересное местописание Эта женщина была нормальной до одного дня, пока к ней не пришла странная болезнь И эта болезнь оставалась в ней 18 лет, пока она не встретилась с Господом Иисусом До этого никто не знал, что за этим стоял дух Но Библия ясно говорит, что этот дух немощи сковывал ее 18 лет У врачей были бы всевозможные теории о ее болезни Но Господь Иисус указал на дух, который стоял за этим заболеванием И Он проговорил к этому духу и приказал ему освободить женщину И Он сказал женщине Женщина, ты освобождаешься от недуга своего То, что Он использовал слово освобождаешься Значило, что она была связана этим духом Еще одна интересная вещь, которую мы видим в этом отрывке Писания Это то, что Библия называет эту женщину дочерью Авраама Так что она была Божьим ребенком Но дьявол сковал ее тело Иисус сказал фарисеям Эта женщина была связана духом 18 лет Иисус не скрывал, что за многими болезнями стоят духи Подразумевая, что в теле этой женщины был нечистый дух Она была Божьим ребенком, ее дух был свободен Но ее тело было сковано Многие христиане являются настоящими детьми Божьими Их дух и душа свободны Но их тело остается скованным духом немощи Если такие люди смотрят нас сегодня У меня есть хорошая новость для вас Бог желает, что вы были свободны в вашем духе, в вашей душе и в вашем теле И сегодня вы будете освобождены от вашей немощи И немощь могла быть в вас 18 лет или даже больше Она могла быть в вас 5 лет, она могла быть в вас 10 лет Она могла быть в вас с вашего рождения Это не чистота и это не воля Божья для вас И когда мы будем молиться сегодня Сила Божья, разрушающая арма, будет приходить в ваше тело Ваше тело это храм Святого Духа Господь Иисус хочет обитать в этом храме И Он не хочет разделять этот храм с какой-то нечистотой Эта немощь это чуждый дух А Библия обещает нам, что чужаки будут слушать нас и повиноваться нам Вы можете говорить к этому чужаку в вашем теле и приказывать ему убираться У вас есть власть и сила, чтобы это сделать Вы можете приказать этому нечистому наросту на вашем теле усохнуть Вы можете приказать вашей крови очиститься от инфекции Вы можете приказать боли уйти из ваших мышц, из ваших костей Вы даже можете приказать раковые опухоли засохнуть И это то, что мы будем делать сегодня Помните 1-е послание Фессалоникийцам, 5-я глава, 23-й стих Божье желание в том, чтобы в вашем духе, в вашей душе и в вашем теле Вы были полностью очищены И когда мы будем молиться сейчас Кровь Иисуса войдет в вашу кровь и очистит вас Огонь Божий придет в ваше тело и прогонит всех чужаков Встаньте и закройте ваши глаза Господь Иисус, я благодарю Тебя Потому что написано, что ранами твоими мы исцелились И прямо сейчас с силой Божьей я обращаюсь к каждому духу немощи Это тело — храм Святого Духа Поэтому, я приказываю этому чуждому духу немощи уйти сейчас Я приказываю нечистому народу рассосаться сейчас Я приказываю крови очиститься от инфекции прямо сейчас И я приказываю вам, мои братья и сестры, освободиться от немощи Во имя Господа Иисуса Станьте полностью здоровы в вашем теле сейчас Примите ваше полное исцеление сейчас Во имя Господа Иисуса Спасибо Тебе, Отец, за ответ И мы помолились во имя Иисуса Я очень сильно ощущаю присутствие силы Божьей И я знаю, что вы можете ощущать эту силу в своей комнате Я хочу, чтобы вы проверили свое тело и попробовали делать то, что не могли делать раньше Если вы не могли наклоняться, я хочу, чтобы вы наклонились Если у вас был мороз на теле, я хочу, чтобы вы проверили сейчас, ушел ли он И когда у вас будет свидетельство, напишите нам по e-mail Сообщите нам о чудесных вещах, которые Господь сделал для вас I look forward to seeing you again next week До встречи на следующей неделе And until then, may God bless you А пока пусть Бог для достоит вас А пока пусть Бог для достоит вас Субтитры сделал DimaTorzok